Рад приветствовать вас на нашем очередном вебинаре, который посвящен выращиванию овощных культур, а также их защите в течение вегетационного периода. Сегодня мы поговорим о таких культурах, как картофель и капуста. Каким образом защитить их в течение сезона от грибных патогенов и насекомых вредителей. Конечно же, начнем с одной из самых распространенных культур, это картофель. Ни для кого не секрет, что в течение сезона картофель сопровождает две самые распространенные болезни. Это фитофтороз, начиная от сходов и до уборки, и альтернариоз, примерно от бутонизации цветения картофеля и также вплоть до уборки. Что необходимо знать, чтобы бороться с этими патогенами? Прежде всего, при каких условиях возникают данные заболевания. Если мы говорим о фитофторозе, то оптимальные условия считаются порядка 25 градусов Цельсия. Но патоген может развиваться и при температуре от 1,5 до 30. Это довольно широкий температурный диапазон, поэтому он охватывает как южную часть Российской Федерации, так и северную. Что, в принципе, наблюдается в этом году по стране. Инкубационный период, то есть от момента заражения до момента проявления первых признаков на растении, может пройти всего лишь от 3 до 16 дней. В среднем это 10-12. Для проникновения патогена в лист обязательно уважнение листовой поверхности. Заражение может происходить очень быстро. При температуре 25 градусов Цельсия всего лишь 1,5 часа. Следующим заболеванием, с которым мы встречаемся уже от момента бутонизации, цветения и дальше, это альтернариоз. Причем он проявляется именно в двух видах проявления. Альтернария салани, она преимущественно возникает на нижнем ярусе. И альтернария альтерната. Визуально вы можете посмотреть различия на фотографии. Фотография абсолютно свежая, сделана в Астраханской области. На одном и том же растении присутствуют два патогена. Альтернария салани, преимущественно это был лист на нижнем ярусе, и альтерната. Это был средний и верхний ярус. Какие основные условия для возникновения данного заболевания? Это, конечно, высокая жаркая погода и наличие капельной жидкой влаги. Особенно это актуально для тех фермеров, которые выращивают картофель на поливе. Альтерната зачастую может распространяться на тех растениях, которые сильно стрессуют. В условиях перепада температур, жаркий день, холодная ночь. Поэтому, помимо того, что необходимо защищать растения с помощью фунгицидов, также необходимо помнить о сбалансированном питании и давать растению меньше стрессовать. Каким образом можно отличить альтернариоз и фитофтороз? Ведь препараты, которые направлены на борьбу с данными патогенами, они абсолютно разные. Поэтому, прежде чем построить свою систему защиты, нужно понимать, а с кем мы боремся. Если говорить про альтернарию, то сухие пятна, они на листе без спороношения. При развитии фитофтороза с нижней части листа зачастую можно увидеть спороношение гриба. Такой мысленисто-оливковый налет. При сильном поражении листа при развитии альтернариоза лист начинает желтеть. При развитии фитофтороза всегда края остаются четкими. То есть зеленая – это здоровая часть, где некроз – это, скажем так, пораженная часть. Никаких пожелтений при развитии фитофтороза нет. А также при развитии альтернарии некрозы неровные, концентрические, такие характерные концентрические круги есть на листовой поверхности. При развитии фитофтороза этих концентрических пятен нет, и поверхность абсолютно гладкая. Это являются основными различиями между альтернариозом и фитофторозом. Но зачастую, и я в этом сезоне наблюдаю, на листовой поверхности бывает и альтернариоз, и фитофтороз. В этой ситуации, конечно, определить сложнее. И в противном случае систему защиты нужно строить уже комплексно. И от того заболевания, и от другого. Итак, в линейке компании Сингента, если говорить о построении системы защиты, есть ряд продуктов против фитофтороза, альтернариоза, и комплексный подход фитофтороз и альтернариоз. Забегая вперед, скажу, что все данные продукты, которые представлены на этом слайде, можно приобрести в нашем интернет-магазине. Итак, если речь идет о защите картофеля на ранних этапах развития, это против фитофтороза, это, конечно же, препараты Шерлан и Риоз. Если наш целевой объект только альтернариоз, то это препарат Скор и наш новый мощный препарат под названием Миравис, который направлен исключительно для профилактики альтернариоза. Если мы ставим комплексную защиту, то, конечно, это препарат Браво, Ридамил Голд МЦ, я думаю, вы все его знаете. Наш новый медь содержащий препарат Ридамил Голд Р, который защищает культуру не только от фитофтора альтернари, но еще от бактериозов, хорошая профилактика. И комплексный подход – это препарат Риостоп. Давайте же немного поподробнее разберем, какой из этих препаратов и на каком этапе развития культуры необходимо применить тот или иной фунгицид. Итак, условно развитие картофеля можно разделить на 4 этапа. Это всходы, когда идет медленный рост, быстрый рост, когда вегетативная масса удваивается и сопровождается очень интенсивным ростом каждые 4-5 дней. Этап полного развития, когда рост ботвы прекращается, но продолжается рост листьев. И этап созревания, когда растение направляет все свои силы на развитие картофеля, уже непосредственно плода. Ботва и листовой аппарат замедляются в развитии, практически прекращаются. Поэтому на данном этапе следует использовать уже целенаправленные препараты на защиту уже будущего урожая. Итак, если мы говорим про первые этапы защиты на всходах, рост и развитие вегетативной массы, ну, скажем так, такой активной нет, и использования каких-либо системных трансламинарных препаратов нет никакого смысла. Поэтому препарат Шерлан на данном этапе развития это оптимальное решение, учитывая, что на данном этапе развития поражение альтернариозом в принципе исключено. Это только работа по фитофторозу. Шерлан в дозировке от 0,3 до 0,4 литров на гектар очень хорошо справляется со своей задачей и защищает наш молодой картофель от первых признаков появления фитофтороза. Учитывая, что данный препарат является, скажем так, обладает хорошей функцией дождеустойчивости. Это будет актуально для тех, кто выращивает картофель на верхнем поливе, либо в условиях излишнего перевлажнения. Следующий этап – это этап быстрого роста. В этот момент нам необходимо успеть за активным ростом и развитием вегетативной массы, особенно стеблевой. В данной ситуации целесообразно использовать препарат под названием Редамил Голд МС. Я думаю, что все вы его знаете и уже давно используете. В дозировке 2,5 кг на гектар очень хорошо защищает наше растение, как снаружи, с помощью одного из контактных действующих веществ и также изнутри. Помимо этого, Редамил Голд МС защищает картофель не только от фитофтороза, но и от первых признаков альтернариоза, потому что год на год не приходится. Альтернарий может появиться немного раньше, чем бутонизация. И к этому нужно быть готовым, защищать нашу культуру заранее. Ведь принцип построения фунгицидной защиты рассчитан на превентивных обработках. Следующий этап, он довольно продолжительный, этап полного развития. Это тот момент, когда стеблевая масса уже останавливается в развитии, но продолжается рост листового аппарата. В этот момент целесообразно применить как системные, так и трансламинарные продукты. Но тут нужно понимать, против какого целевого объекта мы работаем. Если это фитофтороз и альтернариоз, то, конечно, необходим комплексный подход с помощью нашего препарата Ревустуб. В дозировке 0,6 литр на гектар от 1 до 2 раз за сезон, не нарушая условия антирезистентной программы, мы очень хорошо защитим картофель от альтернарии. Причем от всех видов. И от альтернарии салани, которые преимущественно распространяются на нижнем ярусе, и альтернарии альтернаты, которые способствуют поражению листового аппарата как в середине, так и вверху. Но нужно еще помнить, что если мы выращиваем мощные, скажем так, сильно рослые сорта картофеля, у которых вегетативная масса, такая, скажем так, густая, то необходимо увеличить вылив воды на гектар, то есть расход рабочей жидкости с 200 или 300 литров, привычных нам, необходимо увеличить до 400, чтобы препарат попал на нижний горизонт листового аппарата. Если наш целевой объект – это только фитофтороз, это, конечно, преимущественно северные регионы, то можно использовать такие препараты, как Реус. Это однокомпонентный препарат, который направлен на профилактику исключительно фитофторы. Если наша задача исключительно альтернариоз, необходимо использовать такие препараты, как Скор и Либо Миравис. Если мы хотим защитить картофель от альтернариоза, фитофтороза и сделать профилактику бактериозов, а зачастую это актуальная проблема, как и для северных, так и для южных регионов, то необходимо применить препарат под названием Редамил Голд-Р. Он в своем составе содержит медь, которая будет обеспечивать профилактику от бактериозов. Ни в коем случае не лечение. Нужно помнить, что если патоген, будь то грипп или бактерия проникла уже внутрь растения, то бороться с ней очень тяжело, можно только локализовать. Поэтому, уважаемые друзья, система защиты картофеля и, в принципе, других овощных культур должна быть превентивной. То есть обработки должны быть заранее. Следующий этап развития картофеля – это созревание и уборка. Тот момент, когда растение начинает отдавать все силы для клубнеобразования, иммунитет сильно падает. Именно в этот момент нельзя ни в коем случае расслабляться и пускать ситуацию на самотек. Думать, что клубни уже вот-вот будут готовы и защищать ракетативную массу уже нет смысла. Дело в том, что фитофтороз опасен до момента уборки. Ведь именно в момент уборки происходит перезаражение спорами фитофторы с вегетативной части на клубне. И наш картофель пойдет в склад уже зараженный. Будет со временем терять товарные качества. Поэтому на данном этапе развития целесообразно применять такие препараты, как Браво. Помимо фитофтороза он еще отлично работает по альтернариозу. Это хороший контактный препарат со стоп-эффектом и отличной дождеустойчивостью. Непосредственно уже перед уборкой необходимо применять препарат Шерлан в дозировке от 0,3 до 0,4 литров на гектар. Это очень хорошая профилактика при уборке от перезаражения фитофторозом молодых клубней. Также хотел сказать, что неотъемлемой частью для особенно северных регионов является диссекация. Если у нас мощная, скажем так, интенсивная ботва, то диссекация может даже проходить в два этапа. Первый этап совместно с фунгицидом Шерлан в дозировке от 1 до 2 литров на гектар. И уже буквально через 7-10 дней повторное применение. И только тогда диссекация проходит успешно. Если у нас условно средняя ботва или не мощная, или она уже сама начинает потихонечку увядать, то достаточно будет применить регион форта всего лишь один раз. Можно будет совместить с фунгицидом Шерлан. Что хотелось еще раз сказать, напомнить дорогим нашим слушателям, что высокая температура 30 и более градусов не совсем приемлема для диссекации. Дело в том, что действующее вещество данного препарата при такой температуре начинает распадаться. Поэтому нужно помнить, что оптима – это от 10 до 25 градусов Цельсия. Также освещенность и воздействие ультрафиолетовых лучей также подвергают разрушению данного действующего вещества. Уважаемые друзья, если есть вопросы по тематике фунгицидной защиты, то пишите, пожалуйста, давайте ответим их непосредственно, скажем так, здесь. Если вопросов нет и все понятно, то я предлагаю перейти к следующей теме. Теме – это Ольга Гончар, простите, Ольга Гончар пишет. В прошлом году на картофеле было проявление антракноза. Да, антракноз в последние годы набирает обороты, как и в северных частях, так и в южных частях Российской Федерации. Сам зачастую с ними встречаюсь. Хочу сказать, что очень хорошо сдерживает развитие антракноза, если говорить о химической борьбе, то это протроитель-юниформ. Но нужно понимать, что антракноз – не один из препаратов, который сейчас есть на рынке, он, скажем так, до конца не искореняет проблему. Прежде всего нужно смотреть на семенной материал, делать анализы и понимать, какой картофель ты сажаешь себе в поле. Следующий момент – это северный оборот. Для антракноза 4, а лучше 5 лет не высаживать картофель на одно и то же место. К сожалению, зачастую мы удерживаем максимум 2-3 года. Конечно, для развития антракноза это, скажем так, способствует. К тому же нужно соблюдать хороший сбалансированный полив. Ведь если растение начинает стрессовать, то этим пользуются все грибные заболевания, в том числе и антракноз. Артем пишет. Закладка клубники на хранение. Стоит ли обрабатывать клубни при полной защите фунгицидами? Если вы уверены, что ваш картофель, скажем так, пошел на хранение абсолютно здоровым, и в течение вегетации ваша бота была здоровая, ну, в принципе, можно этот момент исключить. Но если у вас есть малейшие сомнения, что где-то были какие-то огрехи, либо вы в силу природных условий не успели выдержать фунгицидные интервалы, и есть подозрения на заражение, то, конечно, не будет лишним обработать клубни перед хранением. Тем более, если это семенной материал. Уважаемые друзья, есть ли еще вопросы? Ольга еще раз спрашивает. По поводу антракноза. Может быть, питание? Я вам скажу, Ольга, питание – это неотъемлемая часть выращивания картофеля и всех овощных. Если мы будем просто защищать картофель, но не давать ему сбалансированное питание по азоту, фосфору, калию, кальцию, магнию и другим макро-микроэлементам, то, конечно, никакой речи о полноценном получении качественного урожая быть не может. Это должен быть баланс питания, полив и, конечно, защита, и плюс качественный семенной материал. Все это необходимо соблюдать. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Итак, дорогие друзья, давайте теперь немного уделим времени вредителям. На картофеле одни из самых распространенных вредителей – это, конечно же, проволочники. Я думаю, вы с ними встречаетесь из года в год. Колородский жук. Никто его не отменял. Но не менее значимые такие, как тли, переносчики вирусов, и подгрызающие совки. Давайте о каждом из этих вредителей поговорим отдельно. Проволочники – одни из самых распространенных вредителей на картофеле. Зачастую мы пренебрегаем ими, думаем, что они не доставят нам массу неудобств в течение сезона. И уже в момент, скажем так, уборки мы иногда видим такие вот отверстия в клубне. Думаем, что это какие-то механические, может быть, повреждения. Но нет. Зачастую это делает проволочник. При наличии всего лишь пяти экземпляров на метр квадратный, потери качества клубней может составить до 50. Именно не количество, а качество. Ведь по ГОСТу поражение проволочником допускается всего лишь не более одного хода. Каким образом предупредить данного вредителя, чтобы не допустить поражение картофеля и не потерять товарность? Но прежде всего это агротехника. Необходимо убрать с поля, по возможности, злаковые сорняки. Они являются одними, скажем так, одними из резерваторов данного вредителя. Если вредителя достаточно много, то необходимо прибегнуть к химическим мерам борьбы. В некой компании Сингента есть препарат под названием Форс. Это сухой гранулированный препарат для внесения в почву с помощью специальных микрогрануляторов, либо так называемых аппликаторов. В дозировке от 10 до 15 кг при посадке, применяя данный препарат, мы уходим от проволочника как минимум от фазы сходов до фазы начала клубнеобразования. Также не стоит забывать про использование комбинированных инсектофунгицидных протравителей. Из линейки компании Сингента таковым является Вайбран Стоп. В своем составе он содержит инсектицид, который защитит картофель от моментов сходов до начала цветения и клубнеобразования. По другим, не менее распространенным вредителям, которые зачастую появляются к моменту бутонизации цветения, как раз когда работа нашего протравителя уже на исходе, либо к моменту непосредственно перед уборкой. Но зачастую это две волны. У колорадского жука есть свои экономические пороги вредоносности, но на практике скажу, что лучше всего начинать с ним бороться при первом появлении. Либо с момента начала бутонизации и цветения, когда мы понимаем, что работа нашего протравителя уже заканчивается, то есть подходит его срок, и колорадский жук может этим воспользоваться и начать едать нашу ботву. При повреждении половины ботвы картофеля во время только цветения приведет к потере урожая от 25 до 30. Если он полностью съел, то картофель, конечно, в будущем отрастет, если мы будем защищать его. Но потери урожая могут составить уже более 50%. Поэтому с жуком нужно бороться, нельзя, скажем так, на него закрывать глаза. С помощью инсектофунгицидных протравителей мы сдерживаем колорадского жука до момента бутонизации, либо начала цветения. Это максимум. Потом в течение вегетации необходимо использовать уже препараты, с помощью которых можно убрать его с листовой поверхности. Таковым является валевом флекси. В дозировке 0,2 литра на гектар прекрасно справляется со своей задачей. Но нужно помнить, что данный препарат можно применить за сезон не более двух раз, чтобы не нарушить антирезистентную программу. Александр Сажнев спрашивает. Проложник вывел путем разбрасывания гашеной извести, но после этого картофель перестал расти и давать хороший урожай. Это возможно. Но Александр однозначно утверждает, так нельзя, что гашеная известь напрямую повлияла на хорошее урожай. Тут необходимо сделать анализ почвы. И только после уже официального заключения, что находится в почве. Потому что помимо гашеной извести, да, или вообще каких-либо препаратов, также на выращивание картофеля, на произрастание влияет гербицидная составляющая. Тут нужно понимать, какие были предшественники. То есть только анализ почвы может показать, что именно, скажем так, влияет на урожайность картофеля. Но скажу, что повышенная щелочность или повышенная кислотность, тут уже вне зависимости от того, что вы выносили, да, может повлиять на выращивание картофеля. Вообще посленовые любят кислые почвы. Щелочные почвы они особо не любят. Итак, уважаемые друзья, следующий вредитель, о котором мы поговорим, это тля. Скажем так, видео вот такого массового вреда она не наносит, но она является переносчиком вирусов. Особенно это актуально для чипсовых сортов под названием VR-808. В этом сезоне езди по полям и сталкиваюсь, что данный сорт сильно подвержен, скажем так, вирусным заболеваниям. Но когда это локальное, это одно дело. Но когда уже к моменту, когда картофель начинает отцветать, то видно глазом, что уже буквально 30, то иногда и больше процентов поля поражено вирусным заболеванием. Конечно, это однозначно повлияет на урожайность. В данной ситуации нужно делать профилактические обработки, то есть используя такие препараты, как эфория, либо каратезион. Ведь от поражения вирусом можно потерять от 15 до 45%. Также, работая по колорадскому жуку, препаратам полям флекси, мы работаем автоматически их по три. Плюс инсектофунгицидные протравители также защищают наш картофель до момента бутонизации и цветения, в том числе от сосущих. Хотелось бы отдельное внимание уделить подгрызающим совкам. Возможно, у кого-то на полях этот вредитель еще не встречается, и это, конечно, очень хорошо. Но если говорить о южных регионах, то потихонечку подгрызающая совка, скажем так, занимает свой ареал. И с каждым годом я встречаюсь с этим вредителем и слышу много, скажем так, претензий от людей, что картофель начинает сходить, и почему-то стебли начинают падать. Мы думаем, может быть, это резектаниоз, начинаем подкапывать, смотреть, нет, стебли абсолютно чистые. Ответ прост. Это подгрызающая совка. Это, скажем так, собирательный образ. Это различные виды совки, в том числе азимая, восклицательная, совка гамма. При высокой численности данного вредителя потери урожая могут достигнуть до 50%. Причем вредитель начинает вредить с момента всходов, она подгрызает молодые стебли, и получается продуктивный стеблистой, тот, который мог заложить молодые клубни и получить большой урожай, он уходит. В момент уборки гусеницы начинают внедряться в молодой клубень. То есть урожай мы получили, но товарность потеряли. Каким образом можно бороться с данным вредителем? Ну, конечно, это же все в обороты, его никто не отменял. Желательно, конечно, на картофеле в данной ситуации от 3 до 5 лет. Плюс к тому же нужно обратить внимание, есть ли у нас поблизости, либо непосредственно в посадках картофеля, такой сорняк, как венок полевой. Именно на молодом, скажем, на молодом отростке венка полевого весной гусеница начинает, вернее бабочка, начинает откладывать яйца. Там первое время гусеница проводит свою жизнь. А уже потом, когда начинаются сходы культурного растения, будь то картофель, будь то лук, будь то морковь, да, подгрызающая совка, это такой многоядный вредитель, она начинает уничтожать и культурное растение. В линейке компании Сингента официально зарегистрирован препарат Валямофлекси. Если мы говорили про фолиарное внесение, то есть по листу, то это дозировка 0,2 литра на гектар. Если мы говорим про защиту от подгрызающей совки, то необходимо вносить данный препарат в борозду при посадке картофеля. В этот момент он начинает обладать системными свойствами, то есть с помощью корневой... ...стадии молодого возраста. Так вот, достаточно очень маленьких тост, когда гусеничка на первом, либо максимум втором возрасте. И поэтому на этапе раннего развития дозировки 0,7-0,8 литров на гектар данный препарат очень эффективен. Дальше, конечно, уже в течение вегетации, когда уже есть молодые клубни, мы уже как минимум снизили численность. Но, опять же, нужно прибегнуть и к агротехнике. Это снижение сорной растительности и севооборот. Это не стоит забывать. Уважаемые друзья, если есть вопросы по насекомым водителям картофеля, давайте обсудим, прежде чем перейти к водителям капусты. Может быть, вы встречались с какими-либо другими вредителями, которые вам доставляют неудобства в течение сезона. Ну что ж, если вопросов нет, и вы все знаете, как побороться с родителями на картофель, давайте немного поговорим о вредителях на капусте белокочанной. Я думаю, на данном слайде вы все угадали, это капустная моль. Один из самых распространенных, самых вредоносных насекомых на капусте белокочанной. Каким образом капустная моль вредит растению? Дело в том, что после высадки рассады в грунт наша капуста очень нежная и, скажем так, очень сочная и привлекательная для очень большого количества числа вредителей, в том числе капустная моль. Она откладывает яйца, после того, как яйца отрождаются, выходит небольшая гусеничка, и она питается именно на, преимущественно, на точке роста. Повреждая точку роста молодой капусты, она нарушает ее, и уже о каком-либо росте и развитии молодого кочана уже речи быть не может. Поэтому обработки капусты на начальном этапе должны быть, ну, скажем так, они очень важны. Если мы потеряли точку роста на раннем этапе развития, то растение, конечно, останется, оно будет жить, но урожай мы там уже не получим. Зачастую капустная моль, если говорить про юг, это середина мая, в этот момент бабочка начинает свой лед, если говорить про северные регионы, это плюс недели-две, все зависит от температурного режима. В любом случае нужно после высадки рассады мониторить и смотреть, полетела бабочка или нет. Как только мы увидим первых особей, необходимо уже сразу предпринимать меры по защите молодой капусты. Существует, конечно, как и у других вредителей, экономический порог вредоносности. Это от двух до пяти гусениц на растения. Но по своей практике скажу, я дождался этого экономического порога вредоносности. В итоге в момент обработки пошел дождь, и я задержался с обработкой на четыре дня, пока не смог зайти в поле. В итоге большое количество растений было повреждено капустной молью. Так что, уважаемые друзья, при первом появлении вредителей, как только полетела бабочка, необходимо уже предпринимать меры. По защите. Какими препаратами это необходимо сделать? Если мы говорим о раннем этапе, первой, скажем, обработке, то в линейке компании Сингента есть препарат под названием Амплига. Я думаю, что многие из вас с ним встречались, им работают. Нужно помнить, что срок ожидания данного препарата 30 дней, поэтому непосредственно перед сбором урожая этим препаратом работать нельзя. Какое главное преимущество у Амплига перед другими препаратами? Это одновременное действие по взрослой особи, то есть по бабочке, и по гусенице. Дело в том, что, если мы начинаем делать превентивные обработки, когда лед бабочки только пошел, нам необходимо сбить, сбить эту массовость. Чем меньше будет лед бабочек, тем меньше они сделают откладку яиц на молодой капусте. В дозировке от 0,3 до 0,4 литров на гектар два раза за сезон, не нарушая условия антирезистентной программы. Хочу сделать небольшую еще поправку, что если налет на капусте очень мощный, все зависит от особенностей гибрида, лучше всего применить еще дополнительно адювант, но только не на основе органно-силиконового составляющего, а на основе либо растительных масел, либо жирных спиртов. Они улучшат проникновение препарата по листовой поверхности, ведь капуста является обладателем одного из самых сильных восковых налетов. Если мы говорим об профилактике капустной моли на поздних этапах развития, непосредственно перед сбором урожая, когда нам не хочется выйти на рынок, скажем так, с кочаном, который весь изъеден, то необходимо перебить препарат Proclaim в дозировке от 0,2 до 0,3 кг на гектар. Срок ожидания данного препарата всего лишь 7 дней, поэтому через 7 дней можно не переживать и отправлять продукцию уже на рынок. Помимо чешу и крылых, таких как капустная моль, белянки, у капусты есть еще ряд других вредителей, на которые мы зачастую не обращаем внимания, но они есть. Это весенняя муха, весенняя капустная муха и летняя капустная муха. Простите, коллеги, Ольга Бондаренко, луговой мотылек. Я вам скажу, все препараты эффективные против капустной моли, одинаково эффективны против лугового мотылька. Так что такие же препараты Ampliga и Proclaim также действуют на данного вредителя. Главное, чтобы обработки были превентивные, пока гусеница лугового мотылька не внедрилась в кача, либо не повредила также точку роста. Итак, вернемся к весенней и летней капустной мухе. Различие их заключается в том, что весенняя выходит, когда почва прогревается до 12 градусов Цельсия, а летняя муха чуть-чуть похоже, при 18. Личинки перебираются к корню растения и начинают повреждать непосредственно корневую часть. Если корень тонкий или внутренняя часть, главная корня капуста, очень твердая, то личинки держатся на периферии. Если нет, то начинают мигляться внутрь. Каким образом предупредить данного вредителя? Это пролив рассады перед высадкой за 1-2 дня с помощью вам неизвестного препарата под названием Актора. Дозировка 0,3 кг на гектар. Из расчета, что капусты около 30-40 тысяч штук на гектар. Данная операция абсолютно и полностью вас обезопасит от весенней и летней мухи. Аналогичный вредитель, который доставляет не меньше неудобств, это крестоцветная бложка. Они выходят ранней весны, как только почва начинает оттаивать. Но первое время они проводят на сорной растительности. И уже потом, когда мы высаживаем молодую рассаду в открытый грунт, конечно, огрубевшая сорная растительность с ее, скажем так, толстым листовым аппаратом никак не привлекает крестоцветную бложку, в отличие от молодой сочной капусты. И она начинает объедать листовой аппарат. Они соскабливают верхний слой и образуются такие небольшие язвочки 1,5-2 мм в диаметре. Если бложки очень много, она может, в прямом смысле слова, съесть молодое растение. Меры борьбы такие же, как и с весенней и летней капустной мухой. То есть рассаду элементарно можно пролить. Необходимо, чтобы бложка при употреблении в пищу листового аппарата делала минимальные повреждения и погибала. Поэтому пролив рассады препаратом Акторой также эффективен против крестоцветной бложки. И не менее значимый вредитель в течение сезона на капусте – это, конечно, тля. Она доставляет массу неудобств, в принципе, на всех овощных культурах. Будь то перцы, баклажаны, томаты, картофель. В том числе и капуста не стала ее исключением. В буквальном смысле слова тля может выпить листовой аппарат капусты, и капуста просто начинает увядать и погибать. В течение сезона препарат Эйфория может защитить нашу молодую капусту от таких вредителей, как тля. Дозировки 0,2 литра на гектар. Но нужно помнить, что официально зарегистрированный препарат 2 раза за сезон. И это не просто так. Чтобы не нарушить условия антирезистентной программы, и на будущий сезон у вашей тли не было устойчивости к данному препарату. Также нужно помнить, что срок ожидания перед сбором урожая необходимо выдержать до 30 дней. Вот так. Александр Сажнев пишет, если актарой по листу вместо под корень эффекта будет, я вам скажу так, официальной регистрации актарой по листовой поверхности, к сожалению, нет. Но нужно понимать, что любой препарат системный, он имеет свойство проникать в листовую поверхность. Но зачастую ему нужно будет помогать, особенно на капусте, с помощью радиевантов на основе масел, либо жирных спиртов. Возможно, Александр Королев пишет, что плохой пробовали. Возможно, именно восковой налет помешал, скажем так, проникновению действующего вещества. Поэтому, как я и говорил ранее, нужно ему иногда помогать, особенно на капусте. Уважаемые друзья, если есть еще вопросы по системе защиты капусты от вредителей, то готов вас выслушать и ответить на все ваши вопросы. Марина Иванова, Слизни, как бороться? Я вам скажу так, очень нелегко с ними бороться. Нужно стараться, чтобы не было излишнего переувлажнения, скажем так, в прикорневой зоне. Ведь влага, тем более вода, они способствуют распространению данного, скажем так, вредителя. С помощью препаратов очень нелегко с ними бороться. Тем более официально зарегистрированных, в принципе, нет. Поэтому нельзя допускать того, чтобы капуста была чрезмерно увлажнена. Сергей Телятников пишет, какой одевант можете посоветовать. На рынке очень много производителей. Вам нужно элементарно на упаковке, на таре, внимательно прочитать, какой состав этого одеванта. Для улучшения проникновения системных препаратов необходимо запомнить либо жирные спирты, либо растительные масла. Если вы работаете с помощью контактного препарата, допустим, на картофеле, ну, можно предположить, да, препарат Шерлан или препарат Браво, в принципе, там есть эти одеванты, но для примера, то тут нужен одевант на основе органа силикона. Он заставляет препарат растечься по листовой поверхности и удержаться на ней, но ни в коем случае не помогает проникнуть. Поэтому, если вы работаете с системниками, это либо растительные масла, либо жирные спирты. Если вы работаете контактными препаратами, это органы силиконовые. Ольга Анопрева спрашивает, скажите, с белокрылкой как бороться? Если мы говорим про закрытый грунт, зачастую белокрылка там распространяется, это огурец, да, огурец, томат. У нас есть официально зарегистрированный препарат Лиру в дозировке от 1,2 до 1,5 литра на гектар. Главное, чтобы обработки были либо по первому признаку появления, либо превентивно. Никогда уже, конечно, у вас в теплице пожар. Поэтому он достаточно эффективно работает и на практике уже себя показал. Уважаемые друзья, есть ли еще вопросы? Сергей, вопросы все, да, я так понимаю? Открытый грунт. Ольга, ну, на какой культуре вас беспокоит белокрылка? На капусте. Ну, я вам скажу так, Лиру на капусте только ожидает регистрацию. Это будет либо 2023, либо немножко попозже, да. Но я повторюсь, что вредитель он как бы есть, и препарат по нему существует. Поэтому как только будет Лиру зарегистрирован на капусте, его можно будет официально применять. А если говорить про белокрылку на огурце, либо томате закрытого грунта, то он уже показал свою эффективность. По поводу трипса Виктория спрашивает, какие варианты по трипсу. Это эйфория. Эйфория одинаково эффективна и по тле, и по трипсу. Поэтому здесь в этом плане проблем нет. Опять же, нужно успеть до массового распространения этого вредителя, потому что он, скажем так, при сильном распространении, сложно его восстановить. Виктория спрашивает, а Лиру будет регистрация на трипсе? Если говорить про лук, то она ожидается в 2023 году. Да, будет официальная регистрация по табачному трипсу на луке. На капусте тоже так же мы ее ждем. Данный препарат, я имею в виду Лиру, будет одинаково эффективен и против белокрылки, и против табачного трипса, потому что это двухкомпонентный препарат, и в его составе есть действующие вещества, которые очень хорошо влияют и работают и по чешуле крылым, и по бахромчатокрылым, это трипс, и по прямокрылым мухи. Марина Иванова спрашивает, на землянике садовый трипс эйфории можно использовать? Вы знаете, срок ожидания после эйфории порядка 30 дней, а сбор урожая на землянике может быть иногда и через день. Поэтому вам нужно понимать, что плоды будут обработаны данным препаратом, и использовать их, употреблять в пищу, будет как минимум опасно. Поэтому на землянике, к сожалению, рекомендовать использование эйфории я не могу. Ольга спрашивает, будет ли сохранена запись? Да, еще раз, коллеги, запись будет сохранена, и мы вам всем отправим ссылку. Скорее всего, завтра вы получите ссылку на запись вебинара, которая будет размещена на YouTube. Друзья, если еще есть вопросы, вот еще вопросы пришли. У Актары, если мы говорим про пролив, там порядка от одного до трех... Если это закрытый грунт, то там от одного до трех дней. Очень быстро Актара выходит в этом плане. Хорошо, спасибо, Сергей. Еще минут 10 мы будем с вами. Если какие-то будут вопросы по ходу дела, пишите. Тогда в конце вебинара завершим и ответим. У меня камера, я вижу, подвисает. Я ее тогда выключу и буду говорить без камеры. Простите, Дарья, простите, пожалуйста, на открытом грунте. Если мы говорим про капусту, то это до 60 дней. В принципе, никакого нарушения в этом плане нет, потому что большинство капусты, если мы говорим о раннем, средне-раннем, это порядка 90 дней. Если поздняя капуста, она может уходить и за 110-120 дней. Поэтому 60 дней вполне приемлемо. Сергей, спасибо большое. Друзья, мы сейчас очень подробно поговорили с вами про проблематики, которые встречаются на картофеле, на капусте. Сергей рассказал о решениях, о препаратах. Которые компания «Сингента» предлагает. Я сейчас уделю 5 минут времени, расскажу вам о нашем сервисе, который называется «Сингента Фермер. Умный онлайн-агромагазин». И расскажу о том функционале, который вы можете через наш онлайн-сервис получить. Начну с того, что «Сингента Фермер» мы создали специально для небольших сельхозпроизводителей овощных культур. Для фермеров, которые выращивают томаты, лук, картофель, капусту, огурец и другие овощные культуры. Сервис доступен для сельхозпроизводителей в принципе любого региона. И мы потихоньку добавляем зоны, внутри которых делаем возможность покупки и доставки наших продуктов. Но, в первую очередь, «Сингента Фермер», на который вы можете зайти по адресу «фермер.сингента.ру». В первую очередь, это доступ к нашей агроэкспертизе, которой мы вам делимся через вебинары, которые проводим, и вы все получаете приглашение. Также, пожалуйста, имейте в виду, что есть телефон нашего колл-центра, контактного центра. Телефон есть на сайте, также вы сейчас видите на экране 8 800 282 82. Вы можете позвонить по этому телефону, мы вас проконсультируем в индивидуальном режиме. Также на сайте, если вы зайдете в раздел «Спросить эксперта», есть ссылки на наши чаты в WhatsApp и Telegram. Также можете задать ваши вопросы, отправить нам фотографии, и мы вас проконсультируем. Второе. В нашем агромагазине «Сингента фермер» мы сейчас предлагаем возможность купить не только средства защиты растений, но также семена. Я вижу, Александр спрашивает, когда семена будут в агромагазине. Все, мы открыли доступ к нашему семеновому портфелю. Пожалуйста, вы можете ознакомиться, выбирать. И в этом сезоне, что очень важно, мы производим доставку семян в любой регион Российской Федерации бесплатно. Вы можете купить от одной пачки семян, оформить доставку, и вам будет сделана доставка бесплатно. Пожалуйста, обратите внимание, я не уверена, что эта опция у нас сохранится в следующем сезоне, но в этом сезоне, так как мы начинаем, мы собираем обратную связь, сейчас мы доставляем семена бесплатно. То, что касается доставки средств защиты растений, я на следующем слайде чуть более подробно расскажу. Ну, следующее, мы все сейчас сталкиваемся в нашей повседневной жизни с онлайн-покупками. Здесь только повторюсь, что в нашем онлайн-агромагазине такой же шоппинг, какой вы практикуете для товаров личного пользования, 24 на 7, не выходя из дома, с дивана, с поля, вы можете покупку произвести, оплатить по банковской карте, мы не просим ваши юридические лица и ННН, вы осуществляете покупку как частное физическое лицо, договор подписываете в виде стандартной оферты путем нажатия галочки и делаете оплату по банковской карте. И еще раз повторюсь, что с точки зрения логистики, как вы товар получаете, возможно, либо доставка, либо получение товара в точках самовывоза. Чуть более подробно, коллеги, давайте расскажу по логистическим опциям, так как мы несколько раз уже получали вопросы и комментарии, что я нахожусь в таком-то городе, почему-то не могу заказать, мне не дают опции доставки, или как я могу получить. Вот сейчас все расскажу. Давайте еще раз повторюсь по доставке семян, то, что я сейчас уже сказала. Помимо бесплатной доставки по всей России, вы можете забрать самостоятельно семена самовывозом в Краснодаре, и при заказе вы увидите адрес магазина, в котором можно самостоятельно забрать вами оплаченный заказ семян. То, что касается средств защиты растений. Мы начали продажу и доставку с южных регионов в Краснодар, Ростов, Волгоград. На этой неделе мы подключаем Чебоксары и Мариэл. И сейчас точки самовывоза доступны в Краснодаре, Ростове, Волгограде, и на этой неделе у нас подключится одна точка самовывоза в Чебоксарах. В Краснодаре у нас огромное количество точек самовывоза, по-моему, порядка восьми. Две точки самовывоза в Волгограде, одна в Ростове и одна будет в Чебоксарах. Следующее. Доставка средств защиты растений. Во-первых, коллеги, очень важно. Мы делаем доставки от одной канистры. Неважно, какой объем вы заказываете, даже одну канистру мы привезем. Сейчас доступна доставка по Краснодару, Волгограду, частично по Ростовской области, по югу Ростовской области. И, пожалуйста, обратите внимание, что доставка средств защиты растений платная. Но если вы увидите, что есть возможность покупки, при покупке вы выбираете продавца, у которого товар есть в наличии, наш партнер, продавец компании Югрос осуществляет бесплатную доставку по Краснодарскому краю. Пожалуйста, обратите внимание, если вы находитесь в Краснодарском крае, и вы осуществляете покупку, находясь в Краснодарском крае, вы можете выбрать при покупке партнера, продавца Югрос, и вам будет осуществлена доставка бесплатно. Следующее. Фермеры Республик Мариэл и Чувашии. На этой неделе мы подключаем партнера в вашем регионе, и партнер будет осуществлять бесплатную доставку в Горно-Марийский район Мариэл и по Чебоксарам. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, как только мы откроем возможность доставки в этих районах, мы обязательно сообщим по контактам, вами оставленным. Но вы, пожалуйста, мониторьте также самостоятельно новости и ситуацию у нас на сайте. И добавлю, что то, что касается Москвы и Московской области, мы сейчас занимаемся этим регионом и планируем в скором времени подключить также Московскую область. Ольга спрашивает, я из Курской области. Если вы из Курской области, то сейчас вы можете сделать заказ семян и получить семена, доставку семян в Курскую область. Если вас интересуют средства защиты растений, пожалуйста, напишите нам в чат. Мы с вами свяжемся и вот такие точечные отправки мы можем организовывать индивидуально. Напишите нам в чат на нашем сайте fermer.syngenta.ru В разделе «Спросить эксперта» есть ссылки на WhatsApp, Telegram. Также вы, как только зайдете, вы увидите окошко, называется получить индивидуальное предложение. Оставьте ваш телефон, мы с вами свяжемся и с вами в индивидуальном формате пообщаемся. И последнее. Экскурсию по сайту я уверена, каждый из вас может самостоятельно провести. Я вам очень кратко сейчас дам такие небольшие советы. Во-первых, когда зайдете на сайт, в правом верхнем углу есть значок «Человечка», вы можете зарегистрироваться, тогда вы попадете в нашу базу и можете получать все новости, актуальные предложения первыми. Второе уже рассказала, повторяться не буду, можно задать вопросы в чат или позвонить. Все ссылки на сайте есть. Для того, чтобы посмотреть наши продукты и средства защиты, и семена, в верхней части сайта есть меню, нажмете на «Средства защиты растений», можете отфильтровать по культурам, по болезням. То же самое, семена, можете отфильтровать по культурам и посмотреть те продукты, которые мы сейчас предлагаем. Следующий момент, некоторая специфика, уверена, что не возникнет сложности, но считаем нужным вас проинформировать. Имейте в виду, что один заказ, в рамках одного заказа вы можете совершить заказ и оплату только от одного продавца. То есть, если вы заказываете, допустим, средства защиты растений и семена, то вам нужно сделать два заказа. Один заказ отдельно на семена, один заказ отдельно на средства защиты растений от одного продавца. И при заказе также, пожалуйста, имейте в виду, что вам всегда нужно указывать ваше месторасположение, так как в зависимости от географии у нас подключены разные продавцы и разные опции доставки в соответствии с тем, что я только что вам рассказала. Если есть вопросы по нашему онлайн-агромагазину, пожалуйста, задавайте в чат. Также сейчас на экране вы видите QR-код. Для того, чтобы зайти на сайт, просто откройте камеру, наведите на QR-код и в телефоне ваш телефон вас сразу выведет на сайт, в котором вы все разделы сможете ознакомиться, посмотреть и самостоятельно совершить экскурсию. Друзья, если есть вопросы по сайту, либо если есть вопросы по болезням насекомым, кто не задал, по капусте, по картофелю, еще буквально две-три минуты у нас есть, можете задавать в чат. Александр спрашивает, по семенам консультацию получать у регионального представителя. Александр, если вы уже работаете с нами, с представителями компании с инвентами или с нашими дистрибьюторами, то да, вы можете получать консультацию у регионального представителя. Если вы с нами еще не работаете, то вы можете позвонить в наш колл-центр, телефон есть на сайте 8800, либо задать вопрос в чат в разделе «Спросите эксперта», мы вас проконсультируем в индивидуальном порядке, поэтому, пожалуйста, задайте свой вопрос. Если вы приложите фотографию вашей проблемы, то консультация будет намного эффективнее. Сергей, вопросы от Марины, наверное, скорее к тебе. Есть ли литература по стране? Марина, я так понимаю, литература касаемо, наверное, вредителей болезней по культурам, правильно я понимаю? Я тоже так поняла, видимо, экспертная. Да. Марина, готовится довольно-таки хорошая техническая информация из практики на нашей интернет-площадке, Дарья это подтвердит, и там будет набор из семи культур, в том числе будет и капуста, где мы будем, скажем так, помещать техническую информацию по температуре, по влаге, по освещенности, по грудин каким-либо параметрам, который влияет на рост и развитие данной культуры. То есть, и уже в течение будущих сезонов эта информация будет пополняться, скажем так, в режиме онлайн. То есть, будут новые какие-то сведения, новые вредители, новые болезни, новые решения этих вопросов. То есть, на базе нашего интернет-магазина со временем появится и довольно-таки качественная, хорошая, техническая информация, которую вы можете воспользоваться для понимания той или иной ситуации. Что происходит у вас на поле? Я добавлю, что мы на этой неделе уже выкладываем очень подробную агротехническую информацию по луку. В разделе «Спросить эксперта» вы увидите кружочек лук, и вы найдете там очень-очень много полезного. В течение последующих двух недель мы выкладываем также подробную агротехническую информацию по картофелю и капусте. Если вас интересуют эти две культуры, через пару недель вы зайдете на сайт и сможете так же ознакомиться. Огромное количество нами систематизированной информации будет уже доступно на сайте. Хорошо, друзья, если вопросов нет, мы вас благодарим за участие. Спасибо, что подключились ранним утром в понедельник. Чеснок и лук агротехническая информация одинаковы для применения. Александр, они очень близки. Есть некоторые различия, но они незначительны. По большому счету это две очень близкие культуры. И те болезни и вредители, которые есть на луке, да, они зачастую и возникают также на чесноке. Спасибо, Сергей. Друзья, если вспомнить еще вопросы, пожалуйста, звоните в колл-центр, пишите в чат, обязательно со всеми пообщаемся. И еще раз вас благодарю за участие. Желаем вам хорошего понедельника и хорошей предстоящей недели и хороших урожаев. Всем до свидания. Всего хорошего. До свидания.